Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр. Это очередное видео на канале Академии Счастья. Сегодня немного сменили картинку. Это вот такой вот вид сейчас из окна. Место, где я нахожусь, это все еще Одесса пока что. Так как у нас здесь сейчас, впрочем, как и во многих местах, ввели ограничения по передвижению. Я думаю, вы сами понимаете, для чего это все вводится и для чего все эти ограничительные меры. То есть, если бы кто-то из тем, кто нами управляет, думал о здоровье людей и хотел бы, чтобы люди были здоровы и счастливы, то, по крайней мере, бы не создавались различные вирусы, которые вредят людям, и они бы не внедрялись. То есть, я думаю, все прекрасно понимают, что вирусы не возникают просто как бы вот так вот из ни из чего. И второй момент – это вообще о том, кто и как нами управляет, о внешнем вот этом управлении, почему оно вообще работает. Оно работает, потому что мы боимся. То есть, нам легко внушать страхи. Да, то есть, почему это все происходит. Да, то есть, потому что, когда мы боимся, то нами манипулировать очень просто. То есть, можно нам создать какую-то иллюзию, что, мол, вот все плохо, состояние ухудшается, и типа надо спасаться бегством, надо там закупать продукты. То есть, ну, создание страха. Вот. И что помогает при, как бы, ну, в таком состоянии, да? То есть, когда человеку внушают страх, важно понять, во-первых, кто это делает и с какой целью. Вот. Потому что, когда нам говорят, вы знаете, сейчас там пандемия, много людей страдает, надо что-то делать, ограничивайте себя. Вот. То есть, все вот эти, как бы, я же говорю, ограничительные меры и паника создаются для того, чтобы просто держать людей в страхе. То есть, люди, которые управляют, и они хотят сделать так, чтобы мы, ну, скажем так, были в негативном состоянии, боялись и, ну, не действовали, скажем так, не действовали осознанно. То есть, осознанность – это понимание того, что происходит. И когда мы понимаем, что происходит, то, соответственно, состояние наше, ну, реально, как бы, гораздо лучше, чем когда мы не осознаем и просто действуем наобум. Вот. И поэтому в этом состоянии, когда там все плохо, там ничего не получается и так далее, ну, соответственно, мы не можем осознанно и активно действовать. В этом состоянии, как бы, ну, когда все там в негативных тонах, то хочется опустить руки, перестать действовать и вообще как-то, ну, действовать, скажем так, или просто бездействовать. Вот. Поэтому осознанность повышается тогда, когда мы понимаем, во-первых, для чего это все происходит, кто это делает, с какой целью. Вот. Ну, и улучшаем свое состояние, да, то есть, потому что в хорошем состоянии, ну, соответственно, мы можем действовать во благо для себя и для других людей. Вот. И находясь в этом состоянии, то мы можем, ну, управлять, мы можем, ну, скажем так, осознавать все, что происходит, ну, и, конечно же, действовать так, чтобы это, ну, как бы, состояние было, ну, хорошим, да, то есть, то есть, мы, улучшая состояние, мы понимаем многие вещи, которые не понимали до этого. Вот. И, соответственно, скажем так, зная, куда мы двигаемся, мы можем, ну, достичь таких более глобальных результатов. Вот. И поэтому мы находим, откуда идет это воздействие и урегулируем ее. То есть, это можно делать, вот, я, например, использую процессин, да, то есть, мы находим источник проблемы, да, и урегулируем этот источник, который нам создает все эти проблемы. Вот. Чтобы он нам больше, скажем так, не подталкивал, не создавал их. То есть, источник это всегда, ну, скажем так, кто-то, да, игрок, который пытается на нас воздействовать. Вот. И с этим игроком, ну, можно, скажем так, проработать это, да, и, соответственно, состояние как-то улучшить, изменить, то есть, и найти тот способ, который поможет, ну, справиться с этим. Вот. Ну, и, соответственно, когда мы исцеляем, да, то есть, свое состояние улучшаем, то, соответственно, это помогает и другим людям. Да, то есть, мы воздействуем не только на себя, мы воздействуем на все пространство в целом. Вот. И поэтому, как бы, цель – это вот именно изменение осознанности. То есть, в состоянии осознанности мы можем, ну, скажем так, достигать гораздо-гораздо больших результатов, чем когда мы, ну, скажем, неосознаны, когда мы не знаем, что делаем, да, боимся и попадаем в состояние такое, что, ну, реально, как бы, не знаем, что делать и с какой целью. Вот. И, то есть, цель, она должна быть всегда, ну, прояснена, да, то есть, для чего мы что-то делаем. Потому что, как бы, если делать, ну, что-то просто так, то получается, что мы ни к чему не придем. То есть, цель – это, ну, всегда что-то, как бы, понятное, ясное, то есть, и оно должно, ну, как бы, цель должна быть, во-первых, прояснена, да, и, то есть, мы должны действовать, чтобы это была какая-то благая цель, которая помогает в улучшении, ну, состояний. Не только для себя, но для людей, то есть, по динамикам, да, то есть, динамики – это, по сути, стремление к выживанию, самого себя, семьи, группы, человечества, растительного, животного мира, материального мира, духовного мира и, в целом, как бы, божественности, да, то есть, создателя. Вот, то есть, у каждого человека есть эти стремления выживания, то есть, не только для самого себя, но и в целом. Вот, и поэтому, как бы, когда человек находится в этом стремлении, то, соответственно, состояние улучшается, и он может действовать во благо для себя и для других. Вот, поэтому, как бы, будучи осознанным, мы можем, ну, исцелять других людей, да, мы можем исцелять себя и других людей. Вот, таким образом происходит этот процесс. Поэтому цель всех этих видео, всего, что я делаю, это именно больше осознанности и больше понимания. И когда человек увеличивает свою осознанность и понимание, тогда он понимает, куда ему двигаться, в каком направлении и с какой целью. И все люди доброй воли, они помогают другим повысить свою осознанность, понимание, то есть понять лучше себя и понять, что вообще происходит. И в этом состоянии можно действовать во благо для себя и для других людей. Так что если вы стремитесь тоже к осознанности, то я проект Академии Счастья как раз именно для этого. То есть для того, чтобы объединяться и для того, чтобы понимать лучше, что происходит. Вот такова цель. И как бы каждое видео, оно по сути, ну как бы для какой-то проработки, для того, чтобы лучше понимать, что происходит, как. И вы можете тоже задавать вопросы, писать комментарии, как бы в комментарии или нам лично, мне контакты мои будут указаны под этим видео. Вот, и то есть таким образом мы можем общаться, взаимодействовать, получать обратную связь. Вот, таким, ну как бы так это работает. И каждый человек это осознанное духовное существо, и не давайте возможности вводить себя в заблуждение. То есть понимаете, что происходит, как это происходит, и действуйте во благо для себя и для других. Вот, и чем больше будет осознанных людей, тем легче нам будет взаимодействовать, и тем больше мы будем, ну, приходить к пониманию наших целей и действовать во благо для себя и для других. Вот, ну и конечно же, скажем, если вы знаете, что действовать, что делать, как делать, да, у вас есть цель, то вы будете идти к этой цели, и любые препятствия будут вам, ну, как бы по плечу. То есть вы сможете пройти и уладить это. Вот так это все, ну, как бы действует. И каждый человек может, ну, понять себя, увеличить осознанность и стать, как бы, более осознанным. То есть, поэтому цель – это постепенное повышение осознанности и уровня счастья у каждого человека. Вот, чем выше уровень осознанности и счастья, тем больше мы можем достичь, чем больше мы можем сделать. Вот, поэтому, друзья, давайте будем объединяться, улучшать наше состояние, как бы, и вместе действовать. Кому интересно, пишите. Мои контакты, я же говорю, под этим видео, да, если видео было интересным, поделитесь им, поставьте «Нравится» и подпишитесь на канал. Если вы еще не подписчик, колокольчик для напоминаний. Новые видео выходят ежедневно. Вот, ну, на самом деле, как бы, когда вы, ну, скажем так, хотите улучшать свое состояние, оно обязательно будет улучшаться. Вот, и цель – это всегда, я же говорю, любого, ну, скажем так, любой практики – это всегда повышение осознанности. Да, то есть, и поэтому в этом состоянии можно действовать, можно помогать другим и можно, ну, достигать огромных результатов. Вот, и, то есть, чем больше у вас результатов, тем больше у вас будет понимания. Вот, и, соответственно, расширяя свое знание, вы, ну, знаете, куда двигаться, как двигаться, и у вас появляется больше понимания, ну, скажем так, дальнейшего пути. Вот, а когда вы знаете свой путь, то двигаться проще. Вот, поэтому, друзья, я желаю всем счастья, гармонии, и будем, будем вместе достигать состояния счастья. До скорой встречи. Меня зовут Александр Шевченко, это Академия Счастья, и добра вам и счастья.